Друзья мои, привет! С вами Бородатая Езда. Вещаю из перекрытой для парада Москвы. Нахожусь за рулем своего Land Cruiser 40. И в сегодняшней серии, что вы увидите? Вы увидите, как я наконец-то забрал уже на городские испытания Land Cruiser 40 свой. Из гаража 4х4. Уже практически в его, так сказать, финальном варианте. И в связи с этим я решил порадовать себя, порадовать машину, порадовать вас. И поехал выбирать для него 20-е диски. Я вот думаю, будут они круто смотреться или не будут. Мне нужна ваша помощь в выборе. Поэтому смотрите видос, смотрите, какие это будут диски. Я расскажу немножко про машину, про то, что с ней стало. А потом покажу, в общем, какие диски собираюсь поставить. Давайте, ребята, приятного просмотра. И мы погнали. Вот там вот все перекрыто. Опа! Ну что, мы подъезжаем. Нас здесь уже встречает стильный Сережа. Сережа здесь нас встречает на сцене XB. Тоже Toyota. А что? Вот, друзья, наши проверенные партнеры. Уже, так сказать, не первый, даже не второй раз колесо. Ну а сейчас будем смотреть с вами, какие диски мы себе будем выбирать. Так, да, друзья, мы примчали колесо. Сами помните, мы в колесе покупали диски на BMW. Покупали там диски на буханку, резину там ставили. Сережа сам, да? Что тут? Спалю вас немножко. Сережа сам ездит на очень классной тачке. Смотрите, какой салон еще там вообще. Все прямо у него здесь проработано. Кстати, Настя занимается благотворительностью. Да, Настя помогает животным. И я оставлю ссылку в описании на Настю. Если вы захотите ей помочь, она регулярно собирает деньги на корм для животных, на помощь приютам и так далее. Только не пишите ей, пожалуйста, чтобы она забрала всех кошек, которых вы видите, потому что у нее там по 50 кошек и отдают. В общем, Настю, если вы захотите помочь в благотворительности, вот на Настю ссылочку оставляю. Вот. А вот такое у него у меня тоже такая тачка была, только с левым рулем и 2,4. Вот. Все, что, поехали мерить, Селень? Поехали. Дай 5, дай 5 в камере. Connection вот эти, а не как, American, но это racing. Диск. Короче, ребяточки, это очень большой диск. Очень широкий, очень черный. Мне нравится на фотках, он мне даже гораздо меньше нравится. Ну что, может сначала просто преподнесем, вот сказать, померяем, да. Да, пока просто померяем. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ни хрена себе. Не, ну это будет какой-то хаммер прям практически. Взрываем огонь, да, вообще. Подведи Диего, потому что это... Вот Диего, ты наконец-то... наконец-то ты получаешь то к чему привыкли американские булли к огромным двадцатым колесам слушать им давайте тогда прикинем мне прям нравится пока немаленькое все равно колесико но это резина это просто кошмар они в городе ездить просто нереально как будто я всегда еду по брусчатке не встает а вот ребят смотрите в общем вот так это выглядит к сожалению он у нас не садится потому что нужно 110 106 до 106 а нужно 110 вот так это выглядит на машине но в любом случае нужен ваш совет в комментариях потому что сам я пока не очень понимаю пишите в комментариях как вообще считаете стоит ли ставить такие огромные ну соответственно резина у нас получится по высоте примерно такой же то есть от 34 а будет 35 но чуть-чуть повыше она будет блин ну вроде выглядит круто мне кажется чтобы он сел интересно он еще по глубине сяду впереди ваще вы посмотрите и получается что он прям практически вровень с арочкой до заходят то есть то есть вот примерно так ребятки вы смотрите сами как и чего как вы думаете пишите в комментариях брать такие диски не брать ну вот у меня вызывает сомнения конечно наличие вот таких хромированных штучек но сейчас посмотрим как будет выглядеть на машине ну и сюда мы соответственно будем ставить внедорожную резину такую нормальную тоже полноценную все пачку так проблема найдена вот здесь на хабах фиксирующие болты у них шапки вот эти немножко торчат и у диск вот здесь то 106 у нас получается все четенько а вот здесь он упирается вот в эти вот маленькие части сейчас мы возьмем болгарочку их подрежем и попробуем все таки поставить диск можешь объяснить как в принципе у человека случайно собой может быть болгарка ну когда у него есть бокс на крыше там помещается все что угодно класс и можно ничего не выкладывай да в момент истины давай дома и села села на место села ну в черный можно покрасить просто и все вот вот чуваки вот так вот выглядит прям жирно блин а мне нравится да ну лучше смотрится лучше ребят свое мнение высказывайте в комментариях но выглядит очевидно намного круче очевидно просто покрасить крышку снять в черный и вообще нормально будет блин резины главное не будет слишком мало резины будет прям нормально класс ну а так вообще еще жирнее прямо вот с этой с этой вставочкой прям вот вот так было вот с этой вставочкой сейчас одной рукой не очень удобно о о вообще ну мне надо будет негром быть мне кажется с такими дисками сейчас же это модно слушание составка вообще отлично выглядит ну давайте в этом выпуске наверное еще и остросоциальные темы поднимем чем уж у нас время есть пробка не едет от слова совсем радио поймалась пробка не до слова совсем у нас идет репетиция парада будний день как бы все работают но проехать невозможно потому что все перекрыто ведь репетирует парад просто знаете накипело вот некоторые идиотские решения вот прям хочется вот так вот прям отцовского леща знаете дать и сказать дружище ну вот куда ты со своей репетиции в будни дней полез это просто накипевшая такая небольшая накипевшая вставочка что друзья мне реально нужна ваша помощь я примерил эти диски на крузак и выложил фотку в инстаграм и как-то все неоднозначно честно скажу большинство людей против установки таких дисков пишите в комментариях давайте подумаем там будет стоять хорошая резина 35 колеса но внедорожная все по фэншую так что дайте пишите в комментариях спасибо что смотрели видос опять-таки этот видос я снимал сам решил что наверное есть смысл делать больше таких лайфовых видосов то есть чтобы проекты не застаивали чтобы вы увидели что постоянно идет какое-то движение если вам это нравится то не забывайте поставить лайк а я буду практиковаться в монтаже буду сам учиться эти видео собирать в лучшем качестве с музыкой там со всеми делами вот в общем спасибо вам друзья что смотрели не забывайте что крузачок это большая любовь и я за ним буду присмотреть